Сейчас покажу раскачку, как можно раскачать человека на примере удара палки. Можно на ударах руками, то есть как на него раскачать. Чуть-чуть даже новичка, даже на первой тренировке, скажем так, немножко приподнять его над ясельной группой, над ясельной песочницей. Я начинаю ему давать медленные удары. Он входит в плоскость, я начинаю корректировать его работу, подсказывать ему. Сейчас я ему не даю возможности, чтобы он шел на меня вперед. То есть он не идет ни по кругу, ни вперед, не разрывает дистанцию. Я просто ему даю удары в щадящем режиме. Выстраиваю его, смотрю где он, раз, зацепил плечо. Начинаю корректировать, почему я ему зацепил плечо. Вместе с ним определять ошибку. Как только я вижу, что я прохожу без зацеплений, пусть даже он делает сейчас что-то корявенькое, пусть, возможно, что-то недорабатывает, какого-то движения у него не хватает, но я понимаю, что я бью в него, а в него не попадаю. На этой скорости я начинаю увеличивать скорость. Опа, выявил пять по пол в плечо. Начинаем возвращаться к коррекции. И вот на этой коррекции я потихонечку начинаю увеличивать на него скорость. Не меняя ни углов. Вот таким образом можно раскачать на скорость любого человека. Удар палкой под любым углом, удар рукой, удар ногой. Человек перестает бояться. Человек адаптируется к стрессу, человек адаптируется к скорости. И мы его потихонечку за уши начинаем вытаскивать из ясельной группы. Уже на первой тренировке, на первом занятии. Впервые он это делает, к примеру. Я все равно это могу сделать. Смена угла. Потом я его начинаю уже двигать, отрываем его ноги. Человек начинает идти уже на меня. Оказывается, сбоку или сзади. Я ему сейчас позволяю это делать. Хотя потом, возможно, я начинаю удерживать его на дистанции преимущества своей длины, своего оружия. Потому что учатся двое. Раз. Оп. Вот он пошел вперед, меня заблокировал. Я делаю выход, удар. То есть учатся все время два человека. Ну, для начала как-то так. ДИНАМИН! ДИНАМИН! ДИНАМИ! Продолжение следует...